Всем привет, с вами Юмилия. В попытках побороть свои страхи к хоррорам, я буду смотреть новый ролик Валеры Гостера. Мне сказали, что там есть пару скримеров, готова ли я обсираться? Да, физически, но морально не особо, поэтому давайте просто начнём. Короче, я нашёл потерянную рулетку и успешно её сожрал. Это было очень чудесно, но у меня не покидал один вопрос. Тортик, реально тортик! Кайф! Хруст Бизе, где? Перед началом хоррора я бы хотел вам подарить предновогоднего снеговичка, ну и заодно решить ведь наш спор, чей снеговичок всё-таки лучше. Я сейчас установлю таймер на 10 минут. И что? И победит тот, кто сделает за это время снеговика круче. Опять какие-то спортивные штуки? Готовься к сдаче. Это уже хоррор игра или другая? Увеличивайтесь, шарики! Ля-ля-ля! Снежки катать, это классно! Это будет дед из Принглс. Такая милота! Почему-то выглядит немного безумно, но мне даже нравится. Да, согласна, мне тоже. А ты собираешься вообще лепить? Или ты хочешь заранее проиграть? Я готов! Осваливай таймер сраный, короче. Ой, ты такого мини-кого снеговика слепила. Ну, неплохой. Валер Круч. Я готова к нему твоего снеговика. Да, пожалуйста. Офигеть! Если в этот раз ты не оценишь, сука, мои старания, за 10 минут, то он даже не влезает. Как мне встать так, чтобы тебя сфо... А ты обязательно должен быть в кадре? Он просто охеренный из тебя. Кстати, на улице сейчас достаточно холодно, поэтому... Тут была у Валеры рекламка, но последняя его фраза перед ней. Я с ней полностью согласна. Одевайтесь, пожалуйста, теплее, чтобы не заболеть. Берегите себя и свое здоровье, пожалуйста. Девять детей сидят, Дэма. Сразу же возникают множество вопросов. Девять детей, один стул. Как они все уселись на него? Это нам и нужно будет узнать, скорее всего. Армян, главный герой нашей истории. Был очень любознательным мальчиком. Ему вот-вот исполнилось 9 лет после его дня рождения. Он начал замечать странные вещи, происходящие в заброшенном доме напротив. В одной из ночей, увидев в окне свет, решил отправиться в этот тейнстинг дом. Это уже прекрасный графон. Симпатично. Я армян, мне 9 лет. Попасть в дом. В чужой дом. Жутко, страшно. Страшный, стремный дом. Чтобы обосраться в нем. Так, первым делом я загляну в окна. Кто мне написал смс? Но я пока не реагирую. Я играю в игру, где прекрасная графика и страшно. Все выглядит до чертиков. Нет, графика реально топ. Что там за ветер? Так, тихо, не пишите мне. Выбивайте мне атмосферу. Какие за свет заплатите? Я что, дурак что ли? Откройте дверь, пожалуйста. Я мальчик. Видимо, герой, который ювеляется владельцем этого дома, тоже забыл заплатить за свет. И поэтому пацану, кажется, всякие языки. Пустите в гости. Подожди. Опачки. Если лампа крутится, значит, что-то мутится стрёмное там. А как зайти внутрь вообще? Хорошая фраза. Пустой. Ладно. Придется искать подвал. Подвал? О, ес. Господи. Даже не в подвал. Маленькие мальчики, не ходите в подвалы чужих домов. Не надо. Третья комната со светом на втором этаже. Я хочу весь дом осмотреть. Он слишком симпатично выглядит. Вы можете посмотреть задачу в меню Escape. Я помню свою задачу. Я хочу в подвал. В этом доме есть подвал. Ой, господи. А вот это обязательно? Господи. Весь настрой портит. Телевизор у вас барахлит, ребята. Выключу его вам. Слушайте, как-то странно, да? В Атаке Титанов они все там шли в подвал. А здесь Армин. И тоже идет в подвал. Может, это отсылка? В, да какое же это супер. Кажется, он вот так вот себя ведет. Супер отстой. Ну, не знаю, вам бы тут почистить ванную. Трещины были в армии человека. Я бы тут жил. Ну, вы так своих гостей распугаете. Но не меня. Я слишком наг, что... Тихо, нет. Так, Блэд. В натуре Nike реклама, кстати. Руки-то потные, господи. Здравствуй, Джек. Я ваш давний фанат. И очень люблю ваши работы. Хочу получить эксклюзионную куклу, ответьте, пожалуйста. Девять детишек улечка. Новороссийская стрит. Фром Челябинск. О, мой гад. Это что, я в Челябинске? Ладно, подожди покажем. Что же это фигня? Что за футболистом живет на тропе? Фром, это же из... Что? Серьезно? Ну, мы настырно. Я еще раз зайду мне. Не впадлу. Что вы думали? Девять детей не хотят сидеть с Валерой на одном стуле и делить его. Они там и так девятером еле-еле уселись как-то. А тут еще Валера заходит. Просто меня прогоните? Не-не-не-не-не. Я парень мерзкий. Я зайду все равно к вам. Я уже знаю, как идти. Вот так вот. Пьяно покачиваясь, снова иду в дом. Или это задумка игры? Сейчас что-то изменится при входе. А, да? Это слом четвертой стены? Меня не пускают шкаф на второй этаж. Образившись. То есть это было специально. Что ж. Я же сказал. Я парень мерзкий. Я до вас заберусь. Но я все еще сначала изучу каждый уголок вашего дома. Потому что в Челябинске я никогда не был типичный житель Челябинска. А зачем так нагнетал? Тень. Да. Стремненько как-то. Ой, мальчик. Всегда знал, что дети меня притягивают. Они несут себе добро в моем доме. Да и во мне это добро всегда отсюда. Теперь в моем доме много детей. Ой, господи. Это ж не что-то там. Ну, сами понимаете, что нам глупые. Ой, господи. А что с тобой? Митя? Ваня? Юра? Вы что, объединились, что ли? Такое милое выражение лица? Это тип героя или... Что это значит, пацан? А, какой ты мерзкий. Выходи, дурак. Пошли дружить. Я в маленьком окошке у себя там посмотрела. Что будет, не? Просто... Ящерица. Момент был идеальный для скримера. Типа, Валера подходит, кукла стоит на месте и прыжок в экран. Что, ящерица? Прям сразу махну. Ладно, Свет, привет. Господи. Ааа! Ну да. Нет? Я все равно же зайду. Блэд, что-то стрёмно стало. Я ждал тебя. Еще одного ребенка заманил Ксев в дом. Ой, какой стрёмный мужик. Андрей токсик. В натуре, Андрюха. Андрюха, не будь токсиком. В натуре? Ааа! Пись, 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 пись. Пи-пи-пи-пи-пи. Пописать хочется вот после таких видеороликов. На самом деле атмосфера максимально стрёмная. Типа, ребенок маленький заходит в дом, и тут... Это для тебя Армин. И там гроб. И еще какой-то мужик сзади. Блин, мне прям плакать хочется. Я вот просто не знаю, представила себя на месте такого ребенка. Как-то уж слишком прониклась, что ли. Че, я дотанцает. Он сейчас не побежит, же, да? Девять лет, я в депрессии. Запаковывай меня. Запаковывай, я сказал. Не надо! Ты думаешь, я боюсь... Блин, я не знаю, что ты сейчас сейчас стреляешь. Это от чего? Андрюха, токсик. Ай. Че ты сделал? Я все проглядел. Господи. Котики очень мило. Выбраться с домом не нужно? Нет. Это теперь мой дом. Теперь ты выбирайся отсюда. Думал, Андрей токсик? Это я токсик. Миря, ты со мной. Хватит только моргать. Господи, меня сейчас самого слепит. А, мяч правильно, сваливай. Хочешь идти, иди. Еще реклама Nike, что ли? Я что-то не понял. Уже добрались до рекламы в играх. Ой, ребенок. Где-то плачет сына корзина. Найти источник. Плачет. Зачем вали оттуда, чувак? Вот здесь. Прям стрелки еще показали. Помоги нам, ключ над телевизором. Над телевизором. А где телевизором? О, привет. Э, стоямус. Ручки-то че-то такие гляньники. Блеять любит овечки. Ребят, ребят. А, да. Он стремный, он стремный. Извините, я не могу. Валера, я тоже могу тебе не сказать. Я восхищаюсь с тобой. Ты большой молодец, что ты такой играешь. Еще ничего не боишься. Чтоб тебе не повадно было, я на свое место встану. Лох. Жопа встала, место потеряла. Вкурс такую тему. Так, телевизор. Телевизор был. Там сейчас курица иногда капает. Варет! Спасибо, что подсказал. Где телевизор? Там записка на телеке. Не могу, нужно взять стул. Да. А что, зрение плохое, что ли? А стул где взять, кстати? Там же видно. Таскать стул. Что там, Netflix включили? Что все красное? Текст. Yes. Ключ. Что дальше? Цель. Это пароль, может, какой-то? Понял. Цель, как смысл жизни. Ничего не ясно, они все непонятно. Снова наверх, спасать детишек. Я их спасаю только с целью, чтобы вы не свалили с моего нового дома. И ты тоже, понял? Господи. Хотя ты оставайся, ты прикольный. Там черепушки везде. Как что, кровь? Тот самый шкаф. Тот самый шкаф, который перебежчик. Козел. Скоро я умру. Это не очень меня печалит. Хочется сделать последнюю работу. Соединить детей, чтобы они жили мирно. Это как? Мне кажется, произошла перестановочка. Выражение «соединить детей» звучит максимально ужасно. Не объединить, а соединить детей. Типа, здесь был спуск вниз. Я не знаю, куда идти. Когда я сказал, здесь был, у меня прям здесь был гребаный мормок почему-то в голове твоей. Но я догадываюсь. Есть что-то, что мне кажется верный путь. Нужно идти по лебесткам роз. Как же романтично. Вау. Подвал, наконец-то! Зачем? Нет, 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 подвал это плохо. Вообще, это очень просто. В подвалах ничего хорошего не будет. Виброкровать я тоже хочу. Лайфхак, как заманить меня в подвал. А, не, это басы долбят какие-то. Гроб. Колоночка. Я ничего не увидела, если честно. Это сейчас скример, маааа. Ну, на самом деле, скример не такой страшный. То есть, я прям сжалась, уже приготовилась к какой-то жопе жести. Вообще не знаю чему, а он, ну, либо Валер. Я так смонтировал. Господи, спасибо за это. Либо сам скример. Об этом странном доме. Но скоро армян пойдет туда играть в нарды. Короче. Что это за шляпа была сейчас? Господи. Спасибо, что провели демо-версию нашей игры. А что это было демо? Я купил ее за 9 детей. Кто мне теперь вернет в подвал? Короче, пользуясь случаем, хочу сказать, что в подвале есть место. 9 слотов, присоединяемся. До свидания. Ой. Предложение заманчивое. Уважаемые коллеги. Но, нет. Я пришел. Пришел я вовремя. Я, по-моему, не опоздал. Босс, так что нехер на меня орать сегодня. Так, что у нас сегодня... Это же не мое рабочее место. Отличное начало рабочего. Я работаю здесь за вот этим чудесным столом. Он покрепче. Как бы ему сказать, что... Я все сделал, но немножко опоздал. Я опоздал. Знаете, отчеты. Не ругайте. Я опоздал. Я опоздал. Тут тише звук, что листал? Я все сделал, но немножко опоздал. Нет, как же. Отчет почти готов. О, блин! Ты че пугаешься? Так, забери отчет. Я не буду здесь больше работать. Я увольняюсь. Алло. Байда. Где мои деньги? Где напиток? Пипец он бесстрашный. Ковно! Вау, буфет. Здравствуйте, что вот здесь можно приобрести? А молоко не просроченное? А как оно? А как? Откройте, пожалуйста. Стоп, поднимается. Че? Что? Я так понимаю, 9 детей эмигрировали в какую-то другую группу, в которую в конце играл Валера и начали творить всякую дичь. Ну че? Я надеюсь, что этот ролик и его просмотрю можно добавить копилочку моих стремлений, побороть свои страхи. Да, снимала иногда наушники. Ну че поделать? Прошу простить и извинить, но вот такой я человек. Но надеюсь, что вам эта реакция была интересна. Ух, да.